дорогу дорогу да там уже не вмещаемся отверзайше ты щедру руку то исполняешь всякое животное благоволение слава отцу и сыну и святому духу и ныне и пресно и во веки веков аминь господи помилуй господи помилуй господи благослови и освети дары словом истинно молитву принимай во твоей щедрой тесне иисусие хвала тебе отец сын и святой дух аминь аминь так спрашивай кто работал на огороде так смотри расскажи как работали хорошо работали в общем лучше сегодня работала все в общем а было так плохо работал меня интересуют только плохие хорошими я не интересуюсь ими занимаются уже другие моя задача чтобы не было плохих ну плохо не было не было ну ладно я замечание коле только давал а что ну сидит ковыряется там а потом видимо работать начал он то работал то а тебе говорят не работал что случилось скучно работает еще ногами не играет стой скучно жуки они вредят картошки их надо убирать да вопросы то сняты все картошка каждый день у нас и на первое на второе как работал какую оценку дать четверочку три сам знает тройка ну еще три это государственный ответ тройка тоже инженер так Виктор Николаевич иди сюда за что сколько человек у нас работало ну пятеро вместе со мной пятеро с тобой вместе да как работали слава богу хорошо так еще одного примешь он тут все выполнит и пойдет туда метр с кепкой еще можно камеру возьми обязательно да то потом ну обязательно возьмет так остальные с кем работали Надежда Васильевна Галя кто работал Надежда Васильевна Наташа работала ну давай иди докладывай работали все отлично почему обошел раздевает на ноги я никак не нарадуюсь на Загуляевских как работали в прошлом году отлично работали и в этом году ни одного замечания замечание было Машеньке только она сначала ленилась а потом тоже стала работать хорошо Маша вначале она не хотела а потом захотела да ну жуков собирать не так то просто это все а ты как Маша вот слушаешь тебе это приятно нет что тебя выделяют ты отличилась а чем отличилась а хорошим или плохим но она потом стала работать хорошо ну потом лет под семьдесят пошла на пенсию тогда расшевелилась ну четверку можно ее поставить а остальные мы сейчас идем оттуда и смотрим такая картина тут где-то вот эту кто принес вот этот стульчик это мы кто его принес откуда с лагеря зачем его сюда поставила нас попросили она так и стоит ты могла посидела убрала на место и все ну так не делается взяла бросила на полпути это не она здесь бросила а это не она здесь бросила а кто здесь поставил стульчик ну ты его принесла значит отвечаешь ты его не было вчера дело в общем я иду вот здесь вот ведро стоит живыми колорадскими жуками рядом сидит Фрося на стуле с той стороне вплотную Егор два а с этой Егор один у него ног склонился головой до земли капала на коленях стоит руки просит Фросяна я не пойму чего а тот молчит Егор я подошел бежу и не знаю даже что подумать прямо так упал на колени голова до земли к Фросяным голым ногам у меня вот эта вот она промокла вся это сегодня с утра постно я вот так вот беру его вот так вот даже не шевернулся застыл то есть ждет ответа или что Фрося что случилось наверное я не знаю просто сидел а у ней приданное только пол ведра жуков еще больше Егор скажи что ты на коленях заставил впереди ну я просто я просто выбрал место сел посмотрел на жуков а пока еще не пойму никак что он говорит он встал на колени посмотреть на жуков жуки в стороне стояли что мозги то мне портите ведро в стороне стояло какие жуки то Фрося сидит голые ноги и он упал и к ногам ее только что не целует дальше Мария вы ушли почему нам не сказали что ушли мы сказали мальчишкам вас не было вам разве трудно было сказать то получается как были и не были ну вы же я пошел по огороду до конца нету кричу Мария а мне говорят ребятишки а их нету смылились испарились она говорит мы мальчишкам сказали нет нет тут есть главнее кто вы должны были подойти и сказать на будущее просто вы обязаны сказать были мы работаем пластаемся на коленях свободе друг на друга ползем крапиву рвем корчуем выше никого нету нам сказали до часу и уходи когда мы работали с лопатой стоя никто не уходил когда мы с той стороны зашли глянули никого нету и нет никого я понимаю не должен думать это вот есть такие дела которые когда-то они были на земле и мы повторяем те же самые ошибки ошибки или происшествия оно уже было это и поэтому если мы не изучаем историю есть такое выражение мы рискуем повторить то же самое а мы часто учимся на ошибках других вот к нам приехал новый гость выйдите сюда да ты то не новый стой назовитесь как звать величать фамилия я Владимир зовут Демченко так год рождения сколько лет вам? 36 откуда приехали? я с Украины с Украины а живете где? живу сейчас в Италии работаю на заработках работаю грузчиком так а что приехали то сюда? ну с вами поговорил что я не крещеный так моченый покреститься есть такое слово перестройка пере означает то было неправильно и нас обвиняют вы перекрещиваете если неправильно это не у вас не было крещение перестройка это полная доказательство что строили не то не там и не для тех и как люди ухватились перестройка перестройка 72 года строили ломать давайте вот она перестройка посмотрите вот это ему перестройка здесь жил хозяин хозяин был строил сейчас другой хозяин кому плевать на все это его никогда не будет перестраивать да и правильно о душе надо заботиться мы христиане будем мы тут что-то строить век нам это не нужно так до какого числа можешь побыть без ущерба? 12 числа у меня самолет 11 вечером должен уехать не с халипой ночью прямо должен ну самолет улетит 12 утром на 8.30 у меня самолет из аэропорта Барнауга значит это все заранее когда берут только вчера я выговаривал тут Наталья не нравится еще нет ну а как взять там билет я взял по интернету заранее не надо было брать как заранее это и люди которые здесь живут они едут заказывают и все стоят у кассы покупают и едут ну это на самолете что ли? и на самолете и везде билеты дорогие то потом в два раза дороже я взял например за одну цену а если берешь сразу перед вылетом ну это я не знаю про это не знаю я взял еще в начале мая если чем ближе к дате вылета тем дороже а вот у нас если предварительно оно дороже было всегда так а прямо у кассы это самое дешевое в авиарейсах не так в авиарейсах по-другому ну то не знаю поэтому я ничего не скажу поэтому сами распорядите с девятого будет крещение мы будем вести занятия сегодня приехали вы пока поработаете завтра мы уже распорядок можем сделать после работы вечером когда там заниматься сидеть не придется вы не закиснете сегодня вы можете без сна обойтись еще? конечно я все вызвался ночью как писал все ну вот узнали как звать Владимира остальных кого надо не надо узнаете я кое-что раз спросил Никита сколько у тебя свободных мест? а? ну три три ну значит хорошо детишки спрашивают а как обращаться у вас три Владимира как обращаться? дядя Володя все как? а отчество? Геннадьевич Геннадьевич Владимир Владимир Владимирович Владимир Владимирович сколько лет ты сказал 36 36 да? все остальное сходится правила наши простые настройки Виктор Николаевич чтобы без ссыком ни одного не было поставь таз воды пришли они там сейчас ноги вымыли а в булицках положено а оттуда вечером уже можете там разуться и обувь тащить в руке Сережа остается там и в бульдозерис если приедет там будет потому что там твои слова мы все и приготовили со всех сторон там пришел раз Телефон! Телефон! а что это? ну положи телефон кричат говори с миром а ну у кого? у у у как печально это живу как это сказать а открыто говорить или просто так Как об этом говорить, или называть, или не называть, ничего? Ну что ты мне сказал вслух, что болезнь и прочее? Тайны вы никакой нету? А с чем это связано? Ну, я понял, что это еще трудно сказать, какое известие. Во славу Божию, все. А ты, ты поговори. Так, теперь, Янапа, чтобы приехала сюда, она такая хиленькая, чтобы она тут отдохнула. Давай, с Богом. Вы слышали разговор? Нет. Все слышали? Нет. Очень серьезно больна мама ваша. Насколько серьезно, что неизвестно будет ли жива. Обнаружили обследование. Ну и что? Только молиться. Рак желудка. С чем связано? Она говорит, знает, тайны никакой нет. Я спросил, можно ли говорить? Ну, знаете, о чем молиться? То есть мы не знаем. Тут испытывали Семипалатинский полигон был, ветры дули сюда. Она была в Казахстане, могло там что-то быть, не знаю. А с отцом плохо. Если бы отец приехал сюда, он бы нормально был. Не пил здесь и работал. Но он не приедет же, он не поедет. Мне охота, чтобы она тут побыла. Так что вы молитесь. Это ваша мама. У нас нет мамы, уже все умерли. И мы тоже на краю стоим. Все мы смертные. Видите, это звонит Виктор Андреевич, наш врач в кровевой больнице. Патологоанатом. А, так это врач такой, от него все зависит. Он главнее всех врачей. Не тот результат. И люди совершенно, все химпрепараты, все в другом направлении. Врачи знают, что и работают. А он каждый почти год ездит на длительную командировку. Там к врачам новое-новое узнают где-то. А это внутреннее, тем более внешнее еще как-то можно определить. Любят загорать рак кожи. Очень часто. На солнце нигде лишний раз не будьте. Так, все. Давайте за стол. Платочки у всех? У кого нет? Сейчас зайдем и сбежать надо будет. Какая не остальная? Ну, что ж не сказали, какая стихия? Ого, вот это новость. Конечно. Так. Так. Садитесь. Так. Мы вас посадим-то, если не знаю. Ну, опять развели. Как-то разобрели. Волочайший раз. Вдруг, если не знаю. Как-то туда. Все, езжай. Так. Как-то разобрели. 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 Тихо. Садится. 2,5 л. 1,6 л. 2,5 л. 2,6 л. 1,6 л. А мы мух гоняли? Не успели на молитву позвали, не успели положить, на кухню положили. Да там своё на кухне. Отсюда зачем брать? А мы на кухне вашу не трогаем. Берите там, бейте назад, возвращайтесь. Отсюда взяли. Я не люблю мух, поэтому гоняю. Господи Иисусе Христианшине Божьей, помимо нас. Аминь. Пожалуйста, не хватайте. Так, а там Володина. Ну здесь есть ложка вот одна. Иди сюда, огнёшка. А мне не надо кисля. А что, вам морс будете? Да. Огнюша, иди ко мне. Что ты там скажешь? Принесёй, тётя Ваня. Я не срочайся, когда пришёл. Зайти мне без слов. Ложку? Ложку. 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 Выгребать из чашки, да? Выгребить. Спасибо. Ложку. 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 А мы морсика налить. Нет. 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 Половину, нет? Половину. 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 А ещё не холодная морковка. Половину. 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 Да, да. Принеси, Маркет. Её сделаем. Ох, и работнички. Обычки. Нет. Нет.